Об этом стало известно из официальных бумаг уже после смерти певицы. 21 марта в Москве простились с Юлией Началовой. Проводить певицу в последний путь пришли ее родные, близкие, коллеги и друзья. Сердце девушки остановилось 38 лет, что стало шоком для ее многочисленных поклонников. Известно, что много лет она боролась с подагрой, а незадолго до смерти знаменитость натерла мозоль на пятки. В итоге пошел сепсис и ногу артистке пришлось ампутировать. Но спасти жизнь певицы-врачи, к сожалению, не смогли. Близкие вспоминают Началову как улыбающуюся, нежную и очень искреннюю девушку. Ее первым мужем был музыкант Дмитрий Ланской. Они прожили вместе три года. Певица его очень любила и даже экстремально похудела, когда избранник начал критиковать ее фигуру, но это их брак не спасло. Затем Юлия повстречала футболиста Евгения Алдамина. Они поженились в 2006 году, когда на свет появилась их дочь Вера. Но и этот роман оказался скоротечным. О смерти Началовой Алдомин сообщил дочке, когда она вернулась с каникул. Для 12-летней девочки это стало шоком. Теперь она будет жить со своими бабушкой и дедушкой. Родители певицы тяжело переживают утрату дочери. Отметим, что Юлию похоронили на Троекуровском кладбище. Как позже выяснилось, получить там место семье артистки удалось при непосредственном участии депутата Оксаны Пушкиной. Известно, что телеведущая дружила с Началовой и ее родственниками, поэтому ей доверили оформление бумаг с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище. Когда документы стали достоянием общественности, то выяснилось, что популярная певица после развода со вторым мужем не стала менять фамилию. 16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова Алдамина Юлия Викторовна, написала в депутатском запросе Оксана. По всей видимости, певица просто не нашла времени, чтобы переоформить документы, об этом сообщает издание StarHit. Добавим, что после развода Юлия и Евгений находились в дружеских отношениях.